У дочки панамку одолжил, не могу свою бейсболку найти. Всем привет из солнечного Казахстана. Пока у нас тепло, плюс 33, на данный момент 11 утра. Можно что-то поговорить, что-то рассказать. Меня зовут Денис, мою супругу Инна. У нас такой маленький небольшой сад, куда можно снять чуть-чуть, как с лиганца. Растет тут, в принципе, достаточно много разных растений интересных. К сожалению, большой площади мы не имеем, поэтому приходится формировкой, стрижкой сдерживать все на уровне, чтобы это все помещалось. Теперь можно сюда. Мы очень увлекаемся садовым бонсаем. Именно садовым бонсаем Неваки. И вот второй год изучили много литературы и начали формировать наше растение Неваки. И, в принципе, уже неплохо все получается. Это сосна Инус Нигра, сосна черная, крымская. Еще, как ее называют. Очень прикольное, интересное растение. Было куплено в прошлом году. Посажено в июле месяце с комом к жару плюс 30. Сразу было жестко обрезано. Очень много здесь ветвей долили. Она была намного гуще с ветвями. Что бы делать из нее Неваки? Я хочу один момент обратить и дать привет всем садоводам, которые на уровне рядовых садоводов занимаются такими вещами. Нам очень много говорили и отговаривали нас, что снимать огромное количество вегетативной массы с хвойника – это практически подписать ему смертный приговор. Но, чтобы много не говорить, как в интернете у нас любят многие писаки, диваны говорить, разговаривать, вот реальный пример того, что растение было посажено в июле прошлого года. Снято с нее в этом году 95% вегетативной массы, если нужно в процентном соотношении. Вот, посмотрите, она практически лысо стоит. Немножко мы совсем оставили, чтобы ветки у нас не ушли. И вот она прекрасно себя чувствует. Вот она уже раскрыла новые приросты. Мы ее в этом году первый раз прищипнули, сформировали. Пока вот так. Дальше посмотрим. И даже на вот таких вот маленьких веточках, вот на таких маленьких веточках, где уже даже ушла старая хвоя, все прекрасно, все себя чувствует, все замечательно. Но это, наверное, все-таки тоже зависит от региона, где вы проживаете, где какой период вегетации. Но у нас все в порядке. Почему мы так рискнули? Потому что мы очень сильно изучаем, как это делают японцы. Они не боятся и практически снимают все так же. Поэтому вот результат того, что все растет. Нет проблем. Вот еще один интересный у нас экземплярчик. Так, моя дина подумала, что должна быть такая форма. Это сосна обыкновенная, местная. Чем ярче, тем лучше. Смотрим внимательно, представляем, что проволока черная немножко. Воображение включаем. Кого воображения нет, конкретно чуть-чуть пьем, все будет нормально. Было посажено, как обычно, как у всех. Тоже обрезано. Мы ее достаточное количество времени гнули. И получилась вот такая вот интересная штука. На самом деле, все так мы делать не будем. Потому что мы все-таки совсем по японским канонам формируем нашниваки. А формируем ее вот так, как нравится нам. Как интересно нам. Хочу вам такой фигней похвастаться. Но не носилками они неубиваемые. Вот этот цоколь, вот, это натуральный булыжник. 13,5 тонн она одна за месяц вручную выложила. Каждый камень лично помыла. Я только раствор месил. Бешеная женщина. Отчаянная. С появлением интернета произошел такой момент, что появились и лентяи. Мы все время сталкиваемся с тем, что хочешь там сформировать какой-то садовую бонсай неваки. Закажи там какие-то бамбуковые палки за 3-9 земель. Сделай то, сделай это. Это такая специальная проволока. Знаете, я, если честно, против всего этого. Мой отец всегда меня учил, что если ты можешь сделать руками сам, то сделай сам. Вот такая вот деревяшка. У нас сегодня ветрячок, да, 20 метров в секунду. Вот, видите, обычная деревяшка кусок. Я специально оставил с помощью вот этого ножа. Я сделал вот такие вот. Вот это там, а-ля хендмейт. Не хуже, чем бамбук японский. Тоже вообще веса нету. Лёгенько. Всё такое фигуристое, интересное. Это специально для эстетов. Кто же любит у нас, чтобы эстетически было. Из обычных палок, которые валялись во дворе. С помощью обычного ножа. Рук хорошего настроения. Вот, для той вот сосеньки нашей. Покажи, вот он стоит, ждёт. Сейчас окончательную форму мы ей смодулируем. 3D. Поэтому вот так вот, ребята, берите ножи. Берите вот такие вот палки обычные. И делайте вот такие вот прикольные штуки. Это на самом деле не так сложно, интересно, бесплатно. И всё будет круто. Ну и вот в итоге, что у нас получилось. Палочки применили по назначению. Синяя изолента. Самое главное, блин, не успел саму фишку сказать. Я сейчас так подмигиваю, глазом делаю, короче, дёргаю. Синяя изолента, самое главное. О, изолента, проволока, господи. Круто. Полёт нормальный. Синяя проволока. У дочки панамку одолжил. Не могу свою бейсболку найти. Посмотрел видео про гаотензию. Там девушка сказала такие слова, что у меня нету больше желания. Бороться с тем, что я теряю соцветие, теряю гортензию. В общем, ей стало неинтересно. Я скажу вам, так вот, брось, поднимаю чуть-чуть. Такое вещь, что настоящий садо вот так не поступает. Сейчас нажимаю кнопку, такая там пауза есть, и покажу, что делаю я. Вот сидим, спорим, какую ветку удалить, какую ветку оставить. У нас ссоры в семье только из-за этого, только из-за растений. Других ссор практически не бывает. Наверное, в этом и заключается любовь. Будем из сосны, как из дизельного мотора, вытаскивать максимальное КПД, то есть коэффициент полезного действия, чтобы она направляла свои силы в нужное русло. Вот это красота. Еще одно замечательное растение, замечательная ель. Просто ель обыкновенная, вообще неубиваемая. Может быть посажена, как говорится, против всех законов физики, против всех садовых норм и будет расти. Ну, по крайней мере, у нас это было так. Что мы из нее решили сделать? Она была вот такой, примерно метр. Была вся такая кривая, бесформенная, неинтересная. Мы просто взяли, отрезали ее практически наполовину и решили сформировать ее из нее ель на штамбе. То есть у нас был печальный опыт с растениями на штамбе. И опыт на самом деле печальный. Почему? Потому что их количество 9 штук просто умерло. При прекрасном нашем уходе они просто умерли. И мы решили сделать свой штамб. Штамб, который есть натуральный, природный, потому что те штамбы, они все-таки европейские, привиты на европейский штамб. То есть под наши суровые условия, где у нас до плюс 45 летом, до минус 38, до минус 40 зимой, эти штамбы просто такой нагрузки не выдерживают. Это реальность. Поэтому вот мы сделали вот так. Это будет формироваться, встреча в этом году. Это очень так подровнялось. Пока еще формы не видно, но года 3-4. Это будет вот такой вот красивый, большой, большой такой аэродромчик. Очень интересный. После стрижки, вот здесь покажи, проснулось очень много спящих почек. Вот даже вот здесь она прям целую ветвь выпустила отсюда. Вообще прекраснейшее растение для формировки. Можно делать все, что угодно. Растет очень быстро. И можно делать различные шары, пирамиды, я не знаю, летающие тарелки. Будет круто, интересно, она запушится, даже руку не сможете засунуть. Вот наша вторая, еле обыкновенная. Здесь мы убрали 30% ее высоты, потому что будем из нее формировать большой шарик такой очень интересный. И сделали еще одну такую вещь. У нее были молодые побеги, молодые приросты. Мы вручную их внутри прищепили, чтобы внутри она тоже густилась, чтобы было очень интересно. Здесь и здесь, вон уже сколько почек заложилось. Просто тьма тьмущая. Здесь я ничего не делала, здесь сама она с собой куда-то делась, эта макушка. Но макушка же нашла, боковая ветвь нашла, то, что она макушка. Я про это говорю. То есть это природа, против нее не попрешь. Недавно посмотрели видео на канале Европлант с нашей любимой Натальей Самоленко по поводу ивы козьей. И хотели бы, как обычные садоводы, рассказать, что как в практике все это на самом деле работает. Когда мы только планировали свой сад, мы пришли в садовый центр, увидели и стали покупать. Давай, давай, больше, больше, покупай, покупай. Куча зонтов, куча, все красиво, недорого, интересно, классно. На самом деле это не так. На самом деле это очень проблемное растение. Их у нас было девять. Это последний с багикан, который вот четвертый год, она каким-то образом у нас выжила. Первая проблема, это как бы мы не пытались бороться, какими препаратами ее колоссально жрет ржавчина. Вторая проблема, которая намного хуже, чем ржавчина, это некроз ствола. Некроз, то есть рак ствола. Да, у растений такое же бывает, как и у людей. Иву прививают на штамп европейский. То есть штамп, который абсолютно не способен выжить в наших суровых условиях. Но нет худа без добра, друзья мои. Ива Кози имеет потрясающе, великолепный скелет для работы с телехендмей. То есть моя жена занимается вот такими прикольными люстрами. Это не реклама, просто хотим показать, что можно сделать из обычных клеток. Но вот этот материал, снимай, вот этот материал сделать вручную практически можно. Можно сделать все, что угодно. Но когда он есть готовый, это здорово. Это Ива Кози три года. Мы не стали ее выкидывать, не стали уничтожать. Мы ее приготовили для нашей люстры. Или будет она вот так смотреться. Или будет она вот так смотреться. Здесь будет много разных светодиодных лампочек прикольных. И в принципе эта работа в последующем будет очень дорогая. Люстра четырехгодовалая, люстра трехгодовалая. Друзья мои, хотя бы три года продержите Иву, потому что если она умирает в первый год, она становится вот такой. Ну это бра отличная. Тоже сделаем из этого отличное бра, ни коим образом не выкинем. Потрясающий скелет, очень интересный. К сожалению, видео не может его передать. Но я думаю, что дальше не будем задягивать наш видеоматериал, потому что когда все очень долго тебе интересно, хочу сказать следующее. Даже если вы придете в садовый центр и потратите какое-то энное количество денег, чтобы вас в саду вас радовало хотя бы первые несколько лет или пять лет, но я думаю, что это максимум и вы козьи, покупайте, не жалейте денег, потому что в любом случае, как бы, что бы с ней ни произошло, будет вот такой вот прекрасный результат. Люстры в стиле Эндбэй. Всем привет, пока, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok